В Самарском художественном музее открылась выставка, посвященная юбилею заслуженного художника России Вячеслава Герасимова. Он был универсальным мастером, монументалист, живописец, график, скульптор. В экспозиции выставки – эскизы к известным монументальным произведениям художника. Это рисунки Габелена для областного краеведческого музея, витражи дворца бракосочетания, роспись фойе Дома молодежи и многое другое, что стало уже визитной карточкой Самары. Особенность сегодняшней выставки еще состоит в том, что это очень много эскизных работ, то есть интересен сам процесс художника, как он создавал эти полотна, потому что это тоже для нас может быть немножко такая тайна для обычного зрителя. Мы видим уже результат, а это большая, трудоемкая, сложная работа. У этой выставки теперь и своя история. Практически все экспонаты будут переданы и переданы в Самарский художественный музей. И сейчас формируется отдельный фонд Вячеслава Дмитриевича Герасимова. Это действительно богатство. Человек – это эпоха, это история, это человек-махина. Ирина Карпова, жена художника, передала в художественный музей сотни эскизов и картин из мастерской Вячеслава Герасимова. Алла Леонидовна, ну просто, наверное, шок испытала, да? И она говорила, что это будет выставка вот с этими работами, именно потому что, говорит, это будет бомба. Потому что этих работ никто не видел раньше. И я не видела при жизни художника. Я сама в эстетическом шоке от того, как это смотрится, как это важно, красиво. А вот эти работы мы с Славой обсуждали. Сын его лазил все лето с одним парнем и лепили вот эту мозаику. Друг известного художника, академик Виктор Сойфер, вспоминает, как создавались мозаики аэро и космос на фасаде здания авиационного института. Рассказывает, мастерская Вячеслава Герасимова была местом встреч не только художников, но и большинства интеллигенции и политической элиты Самары, Куйбышева, советской эпохи. Вячеслав Вячеслав Герасимов, он сам был такой вот, как бомба. Вон столько в нем было мощи такой разной и человеческой, и как художника. И выставка его, она, особенно для людей моего поколения, она интересна тем, что возвращает нас в период замечательный, когда страна так на подъеме была, космос осваивали. Все это Вячеслав Дмитриевич замечательно передавал в своих полотнах и монументальных произведениях. И даже вот в этих своих работах он оставался монументалистом, потому что смотришь на его пейзажи, они все равно решены форматно, так немножко стилизованно. Как-то очень такой свой язык у него, конечно, в Герасимовске очень отличается от всех тех, кто вот в это время работал. Герасимов также искусно проявил себя в пейзажах, натюрмортах, исторических картинах и портретах. На выставке представлены изображения писателей Бориса Пастернака и Михаила Булгакова из серии «Сыны Отечества». Но не все шедевры Герасимова оказались в художественном музее. Кое-что из картин вдова оставила себе на память. Это любимые работы, во-первых, которые он мне лично подарил и подписал. Вот, есть такие работы, ну там очень хорошие слова. И причем это те работы, которые, когда я, например, увидела в мастерской первый раз, да, сама ахнула. И он мне ее потом дарит. С самого первого момента знакомства он сначала писал очень так скромно, а потом все более, так сказать, лично и лично и лично. На первой выставке Вячеслава Герасимова «Мой современник» зрители увидят порядка 60 неизвестных уникальных работ. В дальнейшем планируют выставить и другие работы художника. Но в музейных фондах их намного больше, поэтому в будущем планируются еще выставки, чтобы показать все шедевры самарского мастера-монументалиста. А эти произведения искусства можно увидеть до конца весны. Михаил Ермоленко, Сергей Кизуркин, Николай Епифанов. События.